Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1030. События дня. Евангелие от Луки, 18, 8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И наше объявление. Можете притормозить и прочитать. Можете притормозить и прочитать. Иногда я смотрю на женщин Востока и удивляюсь, откуда в них столько достоинства. Гляньте на женщин Востока. Они идут так, как будто они царицы. Они даже по улицам чужих городов ходят так, будто они здесь хозяева. Будто они царицы. Наши женщины так не ходят. Наши женщины ходят либо так, что от них нужно отворачиваться, либо так, что на них смотришь со слезами. Загруженные сумками, спешащие, вечно в проблемах и делах. Вот так они ходят, наши милые женщины. Как царицы, они не ходят. Я думал, почему? А потому что у каждой восточной женщины есть 3, 5, 6 мужчин, которые готовы за нее убить любого. Это папа, дядя, братья, двоюродные, родные. Если есть жених, то жених. Если есть муж, то муж. Если есть сыновья, то сыновья. Восточная женщина нужна 5, 7, 10, 15 мужчинам одновременно. Это их честь. Это их любовь. Протоиерея Андрея Ткачев. Юрий Соболев пишет. То, о чем так настойчиво и часто, но иными словами говорите вы, Игнатий Тихонович. Я это сразу разослал по знакомым. И от них ответ на это. На статью Андрея Ткачева протоиерея. Александр Марьясов. Мир дома вашему, Игнатий Тихонович. Разные они стали женщины. Ровно как и мужчины. Сейчас все общество можно разложить по классификации. Но верующие женщины, они явно всегда выделяются в общей массе. Их не затмить. Я не имею в виду верующих, в кавычках, которые играют в православие, которые путают сострадание с сентиментальностью. А именно, которые истинно изменяются в вере. Как внешне, так и внутренне. Есть, конечно, и такие, на которых взглянув, хочется просто промолчать. Спаси и сохрани вас, Господь. Всем братьям низкий поклон. Марина Христенко. Все верно, Игнатий Тихонович. А еще потому, что с гордо поднятой головой у нас ходят мужчины, как короли. И очень часто наигранно. А в душе несчастный, разбитый, угнетенный человек, не знающий Бога, который для повышения своей самооценки унижает слабейших, коими многие наши мужчины находят наших женщин. И женщинам приходится брать на себя всю ответственность за воспитание детей, за благополучие семьи, за финансовую и моральную поддержку мужа. Женщины стали мужеподобны и воспитывают женоподобных мужчин. Все перепутывалось, но на все воля Божия. Что уж из-за такого расстраиваться и убиваться? Думаю, необходимо сосредоточить свое внимание на поиске Господа и на том, как прийти ко спасению и не сбиться с пути. Да еще побольше душ с собой захватить, если на то есть воля Божия. Она была ныщей летом у нас. Дальше. Галина Влесько тоже была. Мир вам. Аминь. Но почему-то миллиарды госзнаков, то есть рублей, а возможно и триллионы, питали, питают и будут питать антиправославно-славянский медиамир до скончания века. Легкую и сладкую нушу поднять предлагают медиа-разорвачи. И без мощной евангелизации страны, без постоянного благовестия, нам баста. Как нации, как народу, как стране. Священник Андрей Ткачев больше теоретик, к сожалению. А тот факт, что священство наше наконец-то заинтересовалось темой женщина и открывает наследие Игнатия Тихоновича Лапкина, весьма полезно и несказанно радует. Под горло подошло всем многое в культ мультир, культур мультур наших прежде правильных славянок-то. Вразуми, Христос. Дмитрий пишет. Подписываюсь под каждым словом. Мне 31 год. И найти себе жену, а тем более в Москве, просто невозможно. Раньше сам был походливым блудником и ничего не понимал. Но как уверовал по-настоящему, все как пелену снял. Это и девушке сейчас нравятся только целомудренные, сохранявшие свое девушку. Сохранившие. А те, от которых я раньше был без ума, в скобках от своего безумия, теперь просто гнушаюсь. Когда только вижу женщину в штанах, прямо все наизнанку выворачивается. Хожу в церковь, заметил, что есть среди прихожан счастье внешне целомудренных девушек в длинных юбках, платке. Однако разочаровался, ибо это только показаться такими в церкви. И как только выходит за ворота храма, сразу же принимает свой обычный мирской образ. Моментально сняв платок и надев брюки. С одной стал говорить о писании, рассказывать. Она в хоре там поет. Но ей это казалось не нужно. Все на меня теперь. Когда женишься? Давай женись. Однако я твердо для себя принял и понял с тем своим духом, что, женившись на мирской, погублю свою душу. Да и меня никто не перенесет. Так как я молюсь утром, молюсь вечером, не смотрю телевизор, считаю писание и духовную литературу, не бреюсь. Поэтому я и наивно подумал уйти к старообрядцам. Но вы четко мне все расписали и ответили. Если Господь со счет нужен подарить мне жену, то ни капли не сомневаюсь. Он это сделает. А если нет, значит так лучше для моей души. А Иисуса Христа я ни за что и ни на кого теперь не променяю. И укрепит меня Господь в своей вере и сохранении страха Божьего. Поэтому я не могу передать той радости души, когда наткнулся на вас, ваш сайт и канал, ваши проповеди, беседы. Канал Сергея Парализованного. Марьясов пишет, Александр опять. Мир дому вашему. Ага. Это он белый-то. Наталья. Мир вам, мой любимый и дорогой отец Игнатий. Юрий хорошо приметил. Это из Германии она пишет. У восточных людей другие понятия и взгляды на все происходящее вокруг них. Я это тоже увидела. И мне очень обидно и печально, что наши родители и братья совсем не ревнуют о сохранении целомудрия. Им, наверное, все равно, что о них скажут. А у восточных наций это мучат с молоком матери. Да, у них очень много физической силы. Применяют сразу. Либо зарежут, либо расстреляют. Либо бензином польют и подожгут, или украдут. Изнасилуют, и она не может вернуться домой обещанной. У них все родственники, один за всех и все за одного, и на закон им чихать. Для них важно, что скажут другие люди, чтобы дети родителей не позорили. Я недавно познакомилась с одной семьей из Дамаска. Они мусульмане, у них трое детей. Двое уже взрослые, учатся в университете. Настолько они воспитанные, не курят, никогда в просьбе мужа не отказывают этой женщине. Очень понравилось со мной общаться. О всем говорили с ней. Я в вере, о Боге, об обычаях. Ей даже стало немного неприятно. Эта женщина, зовут ее Рим. Ее сын полюбил христианку, но родители не дали согласия. Они арабы, христиане. Ответили им, что не могут дать согласия, потому что не выдают замуж за них христианина. А эти родители, мальчики, отвечают, что наша религия разрешает заключать союз с христианами. Разошлись мирно. Мальчик очень страдал из-за отказа. Сильно полюбил девицу, а ему только 20 исполнилось. Вот так. А у нас такого нет ни уважения, ни почтения родителей. Даже обидно. Поэтому большинство православных, так называемых девушек, выходят за мусульман. Там они как царисы. Имею очень большой опыт по этой части, ибо боюсь подобных тайн, как огня. Это я другой отвечаю. Она говорит, давай тайно поговорим. Я говорю, никак. Лучше не нужно мне знать это, и сохраним дальше нашу нелицемерную и полезную дружбу. Тайну открывать. Сергей Игнатов. Спасибо, Христос, дорогой Игнатий Тихонович. Добрался домой в город Донецк 9 октября 1918 года за счет средств своего сына Руслана. Благополучно. Подаренные мне книги оставил в донецкой квартире. А сам поехал с некоторыми из них в город Углидар. Где я работаю на шахте, и там же находятся, как вынуждены переселенцы, моя жена Раиса и младший сын Сергей. Старший сын Руслан после псевдокрещения путем мощения головы назван Рустиком. Принявший меня в городе Магнитогорске относится ко мне сейчас с благоговением. Его заинтересовало православное трудовое воспитание детей в поселке Потеряевка, так как у него подрастает дочь Марина, которой 25-го, 12-го, 18-го исполнится 9 лет. Она имеет желание ходить в храм и посещала его со мной вместе в воскресные дни. Растею приходится в условиях, где родители, а также мать его жены Екатерина. Священное писание не считают и не знают его. В храм не ходят, поста не признают и нарушают другие Божьи повеления. Перед своим отъездом я купил им на деньги сына святую Библию, толковые молитвослов и книжку о христианском браке. Родственникам своей жены Румии по крещению Раисы я однажды рассказал о тебе, Игнатий Тихоныч, что при этом, когда мать его жены из Донецкой области пыталась тебя клеветать перед одной моей гостьей, бабушкой Рашидой, что Пацема признала тебя раскольником, то я дал отпор, чтобы не лгала. Обращает на себя внимание, что кто одержим бесами, тот одинаково врет о тебе, и если что-то узнает, то подхватывает именно ложь. Тем же грешит иногда моя жена Раиса, но препятствий для поездки в Силопотеряевку она, слава Богу, не чинит. Также недоверительно к тебе относится и жена Рустика, смотревшая твои видеоролики, за которые я тоже молюсь, за которую, как за мою заблудшую дочь во Христе, ибо после брака с своим сыном они составляют одну плоть. На своего мужа Рустика она постоянно жалуется, что он злоупотребляет пивом и обижает ее, но сама зачастую дерзит ему, выводит своими злыми языком-то из терпения и доводит до кулаков. Ходит в джинсах, днем спит, да еще пытаются им командовать, пробуждая в нем беса, агрессии и гнева. Поэтому я учу своего сына быть, по слову апостола Павла, главой своей жены, принять ее такой, какая она и есть, какую он взял себе в жены, данные ему Господом за грехи в детстве и молодости, призывая его бросить курить и пить пиво-алкоголь, не давать повод для обвинения его в недостойном поведении, а ее вещевая быть послушливой своему мужу и при этом делая упорно молитвик святым женам и девам, которые я услышал от тебя и сам молюсь. На день памяти преподобного Сергия Радонежского 8 октября 18-го года в городе Магнитогорске по просьбе сына я принял участие в крещении его младшего ребенка Егора, родившегося 8-го, 4-го, 18-го года на Пасху и стал его крестным отцом. «До этого я специально искал храм, где можно крестить его полным троекратным погружением. В городе Магнитогорске есть три храма, в которых имеются баптистерии, но младенцев путем погружения в них не крестят, а обливают водой, чтобы не утопить, как заявил один священник. В кафедральном соборе в городе Магнитогорске крестят бесплатно, но в ходе крещения младенца Егора, священник Алексей, который толково рассказывал о таинстве крещения, погружал ребенка до уровня шеи, а потом обливал голову водой своей рукой. Меня не послушал, чтобы погружать-то с головой, заявляя, что он не хочет испугать ребенка. И всегда так делает. Видеоролик крещения высылают для его использования в миссионерской работе. Во время проповеди на литургии священник Сергий рассказывал, как преподобный Сергий Радонежский в условиях угрозы татарского нашествия выделил двух монахов на битву с Ордой. А о нарушении канона церкви таким проступком святого Сергия, он умолчал. О нарушении канона церкви священнослужители нашей РПЦМП заговорили только тогда, когда возникла опасность отторжения от их влияния и счастья православных прихожан, проживающих в Украине, которые поддержали пиларетовский раскол и какой-то еще автокефалию, наверное, униатов. Но о том, что из 719 действующих канонов в нашей церкви РПЦМП и в украинской православной церкви МП нарушается более 400, ну это на 413. «Мало кто говорит, на этом заканчиваю, прошу помянуть меня и моих ближних к твоих молитвах. Храни тебя, Господь, слава Иисусу Христу, аминь». 11.10.18 «Твое духовное чадо во Христе Игнатов Сергей из города Донецка Углидара». «Ну, вчера у нас что тут был? Четверг. Какие тут дела были? С утра с Володей тут были вместе, он пилил дружбу, испилил, что тополь там уронил большие, ветки в диаметре 20 с лишним сантиметров. Проломили там не насквозь крышу, погнули все. Ну, да, дрова складывали. Тут Игорь приехал, то Дебунов. Володя тут заделывал, где вентиляция идет, пенопластин. Потом ушел, кто-то звал его там где-то. А я здесь дома был. В интернете, тут Володя Пенкин был. Поговорили, он все храмы фотографирует, а людей живые храмы не знает. Ну, вот так день-то и прошел. Вот я хочу показать сейчас. Надо обновить, наверное. Вот она, теперь она вошла. Вот она, новая веранда у Плотниковых, Андрей Устинов. Вот он делает. Андрей Устинов, вот сейчас мы его посмотрим, как он. Первое октября, 2017 года, в Потеряевке. Это дом Плотниковых. Я решил зайти, узнать, как у них тут работа идет. Добрый день, Володя. Добрый день. Какую красоту-то наводите вы тут, а? У него борода-то какая, как это, у Деда Мороза. Это мне отсюда не видать, сатолнышко. Какие кадры пропадают. О, прекрасно. Ну, вообще, картинка. Да тут до 100 лет будешь жить и радоваться. А, хотите сказать, что помирать не захочешь? А что помирать-то? Если пользу приносит человек. Ты только держи и скрепши, смотри. Вон как выпиливать внизу. Ну, Володя, молодец. Вообще. Андрея позвал, это здорово. Да, да, Дед Мороза. Мастер своего дела. Ой-ой-ой. Как они украшают его. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, ладно, посмотрели. Ну, мне сегодня прислали, я там про мусульманских женщин-то говорю. Ну, и вот один прислал мне. Вот посмотрим сейчас, посмотри. Это Андрей Александров. И он говорит, вот посмотрите, уявляет увлечение православных христиан восточными сказками про восточных цариц. В жизни все гораздо прозаичнее. И вот теперь посмотрим ролик. Вот посмотри, какой ролик. Как моет. Написано, девушка оригинально моет кухню. Мусульманка. Вета, посмотри. Никогда не видал такого. Видите, как она моет. Набирает воду. Гляди. Я так и не понял, как дальше-то. Гляди. Ставит чашки. Вторую. Теперь поднимается. И дальше еще делает. Пошла. Моет. Протирает. Ну, это понятно, да? Это она там пену наводит. Я маленько пропущу в другом месте. Вот гляди, что она делает дальше. Ты видишь? Видите? Воду опять набирает. Оригинально называется. Так. Опять набирает. Так, закрыла. Шкаф вымыла. Все. Опять воду берет. Полочку помыла. А мы мокры бумажкой. Из одного стакана помоем. Как это так? Гляди. Это сколько же она воды бьет? Все. Рукой раз. Ну. Не здесь. Вот так. Все. Все. Повернулась и пошла. Лицо еще протерло. Ну и как? А на полу что тогда? А? А на полу что? Ничего не показано. Как на полу? Еще нету больше. Ой-ой-ой. Там же лужи стоят. Ничего не знаю. Ой, кошмар какой. Ну еще. Ну вот я показываю, что у нас тут есть. Вот. Теперь. Это мой мир. Я так люблю. Мой мир. А вот это наш форум. Заходите на него. 1600 тем. Очень богатый материал. Ну и вот. Это. Показать надо. Вот так. Вот сейчас Андрея-то еще нету. А вот Надежда Васильевна провожает. 178. 178. Вот я сегодня поставил 11 роликов. Один поставил. Нет просмотров. Вот я сейчас ткну. Вот это. Кто-то комментарий дает. Вот колокольчик один. Ну и от меня не зависит. Что может быть там ругаются. Это кто-то пишет. Пользователь. Сегодня вот находим. Пользователь пишет. Что? Вышлите меду настоящего или варенье. Вот так. Кому? Смотри. Лариса Долгова пишет. Да. Вы создаете ролики о жизни вашей в быту. И люди уже смотрят как художественный фильм о вас. Поэтому интересно. Куда, например, делся Никита. Или Виктор Савченко с Жанной. Как у них дела. Кстати, вы о них в последнее время ни слова. А ведь интересно. Уехали они во Францию или нет. И почему они выбрали такое решение. Нам интересно. Как в фильме про вас и вашу жизнь. Где много действующих героев. Поэтому и про Никиту, и про Романа людям интересно. А если что-то недоговаривать, а тогда зачем себя это вообще показывать. Ну, это другие вот, допустим, Романа. Романа нет он. Его есть канал там свой. У Никиты тоже есть канал. Я как к себе их перетаскивать буду. Нет, там все сказано. Так. Вот. Девять минут ролика. Вокруг да около. Они ответили. Где все-таки Никита? Когда написано. Уехал на Украину. Ролик есть. Я не знаю, что тут ответить. Когда есть. Ну, слава Богу. Никита жив-здоров. Другой пишет. Никита, мы рады тебя видеть и слышать. Скоро, Никита, в люди выбьется. И вот. Никто не знает, зачем я это смотрю. Один пишет. Наверное, чтобы узнать, что это точно произошло 10 марта. Все, без Никиты уже никуда. Уже привыкли всех вместе видеть. Теперь сегодня Василий очки набирает. Василий Николаевич. Черепанов. Дай Бог всем иметь такой светлый разум, как имеет этот дед. Показать два ответа на это отвечает. Как это? Шесть месяцев. Это Морган. Ты что, пьяный? На Моргана. Ну, еще пьяный. Почему пьяный? То есть, это уберем. Не пьянее тебя, говорящая голова. Это тоже нам не надо. Дальше. Ты что делаешь? Игнатий Тихонович, вы лучший. Наш народ, дети, устал от этого ада в миру. Поэтому видео из Потеряевки, как глоток свежего воздуха. А Никита подкупает своей непосредственности. Но еще неизвестно, как все сложится. Судя по родителям из обеспеченной семьи, смысл этого пребывания покажет время. Видишь, сколько много. Порядки. Ура! Мы поверили, что все с Никитой в порядке. Спасибо. Серьезный какой стал. А матушка Серафима. Очень нравятся ролики про нее. Молодцы. Так, ставьте Никиту, оставьте. А вот один пишет, кредитный. Сатаны, вы дети! Ну, какой-то. У него не фото, ничего нет. Сразу заблокировал и все. Ну и все, на этом больше ничего нет. Вот. И дальше во свете Библии наш большой сайт. На сегодня вот это все.